Журналистское расследование. Программа «Ревью» окунулась в жизнь алматинского дельфинария. Луина ставит задачи на будущий год. Подвинься, Кайрат. Отец Нуртаса теперь певец. Напряги извилины. Как защитить свои страницы в соцсетях от взломов? Всем привет. По проторенной дорожке пошел отец Кайрата Нуртаса. Он запел. Теперь в семье два артиста и главный продюсер Гульзира Айдарбекова. Как родственники делят между собой звездную славу, узнавала Донара Жуманова. Поздней ночью семья Айдарбековых собралась на съемочной площадке. Но сегодня в центре всеобщего внимания не Кайрат, а его отец Нуртас. И если кого-то выход папы Кайрата на сцену и удивляет, то для самого Нуртаса все вполне закономерно. По его словам, он всегда пел. В годы юности даже был участником вокально-инструментального ансамбля. Но так уж сложилось, что в семье звездой стал не он, а сын. В дебютном клипе Айдарбекова будет присутствовать его супруга Гульзира и, конечно же, сын. Никого лишнего, только семья. К слову, те, кто раньше никогда не слышал пение Нуртаса, наверняка сразу же узнают очень знакомую манеру исполнения. У моего отца, в принципе, много свободного времени. Он частный предприниматель, поэтому если он будет выступать где-нибудь со своими песнями, я совсем не против. По словам Кайрата, главным в продвижении артистов будет, конечно же, мама. Отныне у нее как минимум два протеже. Сама же Гульзира Айдарбекова на сцену видов не имеет. Возможно, это просто дело времени. Нанара Жуманова, Ерлана Абдуалиевга, Николуов. Новости ревью. Ну а пока папа Кайрата Нуртаса штурмует большую сцену, в кулуарах шоу-бизнеса поговаривают, что Луина беременна. Мы решили узнать у самой певицы, так ли это. Но то, что сказала звезда, удивило абсолютно всех. Я думаю, что я готова, и все-таки я хочу стать мамой. В свои 27 Луина всерьез задумалась обзавестись малышами. Чтобы подтвердить или все же развеять слух о беременности звезды, мы задали вопрос, что называется в лоб. Луина, вы скоро станете мамой? Да вы что? Почему? Откуда? Откуда такая информация? Потому что я хочу, может быть, мысли летят в космос. Хотелось бы, конечно же, уже, наверное, думаю, что в этом году готовиться. Уже в этом году уж хотя бы зачать ребенка. Хочется, конечно, стать мамой. Потолстеть после родов певица не боится. Эти дела ее мало волнуют. Задумалась красавица, кого же хочет больше, мальчика или девочку? У меня приходит почему-то в голову именно девочка. Но в правильности, в правильности, как я хотела бы, чтобы был, конечно же, первый мальчик. Чтобы был брат у моей дочери. Это старший брат. Потому что у меня есть старший брат. Это очень важно. Словом, пока округлившегося животика у Луины нет. Значит, и выводы делать рано. Артем Абленко, Сабина Торгаева, Сауля Штатыбалда. Новости ревью. Ну а этим дарованиям даже думать о личной жизни пока рано. А не только ступили на тернистую дорогу к звездам. Так, девочки, только не пищите. Группа Джокера выпустила свой первый клип. Солнце, море, пляж и танцы. Для группы без продюсера эти мальцы уж очень шустрые. Что это? Фатальное везение или же тайный покровитель? Все подробности прямо сейчас. О песне «Потанцуй со мной» исполнители говорили задолго до ее релиза. Дебютный сингл для них – предмет особой гордости. Ведь все, и слова, и музыку парни написали своими силами. Естественно, не обошлось без профессионалов, когда трек дорабатывался. Но, тем не менее, мы проделали очень большую работу сами. Константин Меладзе слышал нашу песню, наш первый сингл. Понравился. Я прошу, потанцуй со мной. О, ты просто танцуй со мной. Никакого сюжета в клипе на трек проследить не удается. Да и сама песня легкая и танцевальная. Под такую не поразмышляешь. Дурачество участников проекта «Хочу к Меладзе» длилось на протяжении недели. А сам съемочный процесс проходил в Дубае. Нас пригласили на концерт. Наше первое выступление после проекта было в Дубае. Ребята не отрицают. Они работают не одни. У них есть секретные и, судя по всему, платежеспособные наставники. Да, мы работаем сами. У нас просто есть команда, которая нам помогает, которая идет с нами по сей день. И мы добиваемся вместе этих результатов. С кем бы ни был покровитель Джокеров, его работа не остается незамеченной. Меньше чем за сутки свежий клип «Бойс Бэнда» набрал более 17 тысяч просмотров в сети. Сабина Таргаева, Богдан Азаров, Новости Ревю. Не мода, а просто сказка какая-то. Причем еще неизвестно, в хорошем ли смысле. В Гонконге стартовала неделя моды. И знаете, кто открыл первый показ? У нас заяц с большими такими ушами. И это было только начало. Китайских дизайнеров потянуло на детские книжки. Поэтому коллекции сезона «Осень-зима» получились в стиле Алисы в «Стране чудес» и «Малефисенты». Куда вы пойдете в костюме зайчика или ведьмы, еще подумать надо. Но сам дизайнер своими творениями безумно гордится. Я впервые делал головные уборы, да еще и такие оригинальные. Так что мне пришлось решить несколько проблем, особенно технического плана. Как это будет держаться на голове и прочее. А в Италии Джорджо Армани и Роберто Кавали представили вполне себе земные коллекции для мужчин. Оба дизайнера взяли за основу серый цвет и свободный покрой. Получилось так, что глаз не оторвать. Вроде бы и костюмы вполне себе стандартные. Но модели выглядели настоящими сердцеедами. Вы увидите много шарма, элегантных мужчин повседневной одежды. Кое-что и для истинных плейбоев. А для еще большего эффекта модельеры предложили парам одеваться в одном стиле, причем мужском. Выглядело, кстати, очень даже заманчиво. Раз, два, три, четыре, пять взломали меня опять. Теперь придется все заново восстанавливать. Видимо, я тоже оказалась в списке людей, которые на пароль ставят дату рождения. Артем Обленко разбирался во всех этих хакерских делах и выяснил, как защитить личную информацию от чересчур любопытных. Атака со стороны хакеров в наше время дело привычное. Под раздачу попадают абсолютно все. Особенно те, кто не сильно-то фантазирует на тему кодовой комбинации. Один из интернет-порталов опубликовал список самых глупых и элементарных паролей. Лидируют такие, как даты рождения, цифры 1, 2, 3, 4, 5 и имена любимых людей. Мурат Матурганов из-за собственной невнимательности чуть не остался без Инстаграма, странички ВКонтакте и доброй половины подписчиков. Однако для всех, кто боится за свои профайлы в интернете, у артиста есть совет. Когда тебе присылают какое-то сообщение от непонятного человека, ты переходишь по ссылке, и там как-то он считывает твой пароль. Говорят, тоже нежелательно, да? Я вот тоже никогда не захожу. Ну и, наверное, периодически раз в три месяца менять свой пароль. А вот продюсер и телеведущий Адиль Лиян совсем недавно вообще лишился своей страницы в Инстаграме. Хакеры ее просто удалили, и конец истории. Пришлось Адилью все делать заново. Я подобрал такой случай, другой, новый пароль, такой сложный, который сам с трудом запоминаю, и им не удалось в очередные разы взломать мой профайл. А вот специалисты уверяют, какой бы сложный пароль ни был, взломать аккаунт можно методом подбора через специальную программу. Причем неважно, взламывают компьютер или гаджет. Это дело нескольких мгновений. Переходят по ссылкам, по всяким. То есть ВКонтакте, в мейле, перешли ссылки, вам нужно активировать, вам нужно еще что-то сделать. Переходя по этой ссылке, раз, вы подвергаете свой компьютер риску заражения, то есть и потом будут порнобаннеры выходить и так далее, всякая ненужная реклама. Кибервзломщики могут атаковать не только ваши социальные сети, но и банковские счета и переводы. Тут нужно понимать, хакеры гонятся не только за вашими подписчиками, но и за деньгами. Конечно, способы обезопасить себя существуют. Главное, применять их на деле. Самое главное, раз, антивирус и не открывать лишние ссылки. Плюс, еще третий, могу сказать, это не скачивать с левых сайтов программы. То есть, каждая программа содержит, особенно левый, вирус. То есть, любой, например, скачали пиратский антивирус, скачали пиратский ворт, еще что-нибудь, коралл. Вот, например, даже безобидную пейн. Проделки кибержуликов, конечно, не проходят даром. Нарушители обязательно понесут наказание. В особо тяжелых случаях дело дойдет до уголовной ответственности. Право на личную жизнь и тайны приватной переписки можно отстоять в соответствующих инстанциях. Артем Обленко, Ерлан Абдуалиев, Новости Ревю. Крутые виражи и бешеные скорости. Казахстанские гонщики покорили Дакар. Журналистское расследование. Программа Ревю окунулась в жизнь алматинского дельфинария. Казахстанец написал музыку голливудскому фильму. Фехла Ивановна. Собчак. Телеведущая подалась в актрисе. Ралли-марафон Дакар-2015 покорен казахстанцами. Обо всех трудностях экстремального марафона и триумфаторах мы расскажем прямо сейчас. 12 этапов по территории Марокко, Мавритании и Сенегала. Сложнейший путь в 6,5 тысяч километров. И вот теперь гонщики Мобилекс Рейсинг Тим могут с гордостью рассказывать о своих победах. Экипаж Юрия Сазонова и Арслана Сахимова стал лучшим на седьмом этапе «Африка Эко Рейс-2015». Благодаря этому по итогам ралли-марафона спортсмены поднялись на второе место в группе модифицированных авто и на четвертое место в «Абсолюте». Да вся гонка – это большая неожиданность. Не знаешь, что будет. Это все непредсказуемо. Однако, несмотря на хороший результат, не все прошло гладко. По словам Юрия, были моменты, когда подводила техника. Чаще всего именно по этой причине гонщики теряют больше всего времени. Хорошо шли, ехали в этот день первыми. То есть хорошо сложился день, но к завершению этапа так получилось, что порвали кардан. В этом году казахстанскую команду миновали травмы. Однако так получается не всегда. Все-таки очень опасный это спорт – ралли-марафоны. Три экипажа именно на Африке получили именно эту травму. Это компрессионный удар и перелом позвоночника. Мы все понимаем, что если получить такую травму, можно остаться инвалидом. Нет вероятности ошибаться. Надо ехать грамотно, профессионально, безошибочно. Несмотря на вероятность травм, скорость и жажда адреналина берет свое. Сейчас команда «Мобилекс Рейсинг Тим» готовится к первому этапу чемпионата мира, который стартует в России уже в феврале. Сабина Таргаева, Никита Хасанов, Новости Ревью. Маленькое помещение, грязная вода и неподходящая температура. Посетители алматинского дельфинария обеспокоены жизнью его обитателей. Программа «Ревью» решила выяснить, есть ли у публики на самом деле повод для беспокойства. Итоги журналистского расследования в следующем сюжете. Красочное представление, умопомрачительные трюки, шоу с этими млекопитающими во всем мире пользуются огромной популярностью у публики. Российский дельфинарий, который сейчас находится в Алматы с гастролями, не исключение. Организаторы признаются, залы полный, а значит, есть повод задержаться еще на пару месяцев. Решайте, громкие и дружные аплодисменты, черноводские сети! Однако после первых выступлений некоторые зрители забили тревогу. В сети распространился пост, в котором люди просят обратить внимание на условия с содержанием млекопитающих. Это просто ад, завернутый в яркую конфетную оболочку. Концлагерь на сцене, подбурные аплодисменты и радостный смех. После таких отзывов мы решили проверить, действительно ли животные в алматинском дельфинарии нуждаются в помощи. Компанию нам составил кандидат биологических наук, известный зоолог Алтай Жатканбаев. Попав на тренировку, мы, так скажем, увидели закулисную жизнь дельфинария. Две афалины и кит-белуха три раза в день отрабатывают концертные номера. Кормят их от трех до пяти раз в день. В среднем одна особь потребляет порядка 25 килограммов рыбы. Тренеры подчеркивают, ни о каком жестоком обращении с питомцами речи быть не может. Мы работаем больше как бы в игровой манере, на основе взаимопонимания, дружбы. Флинт, Аиша и Данди обитают в бассейне глубиной 4,5 метра. Однако организаторы шоу не привозят морскую воду с собой. Ее изготавливают прямо на месте дислокации. Она делается на основе пресной воды. Потом добавляются какие-то микроэлементы, соль специальную. Интересный факт. Дельфины живут гораздо дольше в неволе, нежели в привычной среде обитания. Тренеры объясняют это просто. За долгие годы человек научился ухаживать за животными лучше, чем они могут это сами. У нас команда из четырех человек. Это непосредственно тренеров. Плюс один ветврач, плюс три человека водоинженера. После беседы с организаторами представлений и просмотра тренировочного процесса эксперт вынес вердикт. Организаторы этого шоу подобрали, по моему мнению, я опять-таки подчеркну, оптимальные условия содержания. Судя по состоянию, по активности, по живости тех объектов, тех животных, которые мы сегодня видели, я не скажу, что вот эта среда, она враждебная. Народ требует хлеба и зрелищ. Так было всегда. И если сами братья наши меньшие не против, то шоу must go on. Сабина Таргаева, Никита Хасанов, новости ревью. Светская львица и была. Блондинка в шоколаде тоже. Сейчас Ксения Анатольевна степенная барышня, частенько меняющая амплуа. Собчак подалась в актрисы театра. В спектакле «Женитьба» Собчак играет сваху Фёклу Ивановну. Такой новости удивился бы сам автор Николай Васильевич Гоголь. Как женитесь? Каждый день будете. Меня похваливать и благодарить. Врёшь ты всё. По сюжету одноимённой пьесы героиня Ксении – пронырливая дамочка, прекрасно разбирающаяся в нравах высшего общества. По просьбе надворного советника, которого, к слову, играет муж Собчак, Максим Виторган, сваха пытается найти ему достойную партию. Премьера «Женитьбы» состоится этой весной. Пока же Ксения Анатольевна работает над образом. Ведь до этого у неё были совершенно другие роли. Неожиданней амплуа Собчак можно назвать только дуэт Мадонны. Поп-дива спела не с кем-нибудь, а с Майком Тайсоном. Удивил всех и Джонни Депп. В 2001-м в фильме «Кокаин» он сыграл наркобарона по имени Джордж Джанк. Тогда эта роль принесла Деппу небывалый успех. Может, по этой причине или по какой-либо другой, актёр решил встретиться с тем, кого ему пришлось играть. 72-летний экс-драгдилер был несказанно рад встрече. Донара Жуманова, Новости Ревю. Братья по сценарию Эдриан Боурди и Хейден Кристенсен попали в крупную переделку под названием «Ограбление по-американски». Помимо захватывающего сюжета, фильм запомнится каждому музыкой, автором которой стал казахстанский композитор. Об этом фильме говорили ещё задолго до его выхода в прокат. И нужно отметить, не зря. Режиссёр картины – россиянин Царик Андреасян. В главных ролях – голливудские актёры. О музыку картине написал казахстанец Алим Заиров. Настоящий межнациональный проект, по-другому и не скажешь. Добро пожаловать в семью. Это наш план ограбления. Обезвредить охрану, отключить камеры, взять заложников. По сюжету два брата, оскароносный Эдриан Броуди и герой «Звёздных войн» Хейден Кристенсен пытаются забыть о тюремном прошлом и начать жизнь с чистого листа. Всё, чего не хватает обоим, так это денег. Решение, где их взять, приходит случайно. Это наш банк. Это наша война. Предпоказ ограбления по-американски не оставил равнодушным казахстанских зрителей, среди которых были замечены музыканты Галымжан Молдоназар, Турар Ахимберлин, актриса Карлыгаш Мухамеджанова. Самое главное, почему мы пришли, потому что наш друг Алим имел непосредственно отношение к этому фильму. Для нас это, конечно, большая гордость. Я советую каждому алматинцу как минимум пойти, не только алматинцу, а каждому казахстанцу, потому что действительно музыку впервые в жизни написал наш казахстанец. Самое прекрасное в этом фильме – это музыка, написанная моим другом Алимом. Предложение об участии в проекте поступило Заирову год назад от музыкального продюсера картины Арташе Сандреасяна. Результатом Алим остался доволен, как и фильмом в целом. О том, как сильны могут быть порой братские чувства и отношения между братьями и вообще в семье. Поддержите отечественного производителя. Частичка Казахстана есть в этом фильме. В прокат картина выходит уже завтра, 22 января. В Казахстане фильм представит компания «Меломан», официальный дистрибьютор кинокомпании «Дисней», «Сони» и «Энджой Мувис». Танара Жуманова, Даулет Атабаев, новости ревью. Девчонки из группы «Амуаж» совсем стыд потеряли. Проснулись, встали с кровати, в чем были, и пошли по городу гулять. А мужчинам это только на радость. Оголенных сексуальных красотах не на каждом углу встретишь. И замерзнуть звезды не боятся. Регина, Эля и Сабина решили устроить пижама-пати. Посторонним вход сюда запрещен. Ведь артистки сейчас на работе, точнее на фотосессии. А тем, кто надеялся увидеть красоток в откровенных пенюарах, увы. Девчонки повзрослели и оголять свои прелести, как раньше, не намерены. На тот момент мы не думали о том, что это откровенно. Думали, что это нормально. И прошло несколько лет, и когда пересматриваешь старый архив, ты видишь, боже мой, как мы так могли. Певицы в своих образах пересмотрели не только гардероб, но и макияж. Теперь максимум естественности. Только вот характер у девушек остался, как в нормальном девичьем коллективе. Милый взгляд, зато острые коготки. Мне казалось, что это было все хорошо и все нормально. И публика воспринимала это все как нормально. Я ей говорю, что на тот момент это было нормально. А сейчас уже все поменялось. Вот грубиянка растет, да? Которая меня обозвала грубиянка же, да? Нет. Я? Нет. Ты же меня называла грубиянка. Вот так в шоу-бизнесе слабохарактерным нет места. Вомуаш нет? Тут скрикнешь, попробуешь. С двух сторон меня хррррррт. Нет, я шучу. Мы втроем на равных абсолютно. Нет лидера у нас вообще. Каждый лидер в какой-то теме. Впрочем, фотосессия для глянцевого журнала прошла в довольно мирной обстановке. Вовремя девушки вспомнили о том, что когда на тебя смотрит камера, нужно держать себя в руках. На сегодня все. Смотрите ревью и будьте в курсе. Пока.